Всем привет, с вами Гамбит и мы возвращаемся в FIFA 22, это карьера за Манчестер. Юнайтед, ну что друзья, лидер по сухим матчам Давид Дехея, 6 сухариков у нашего испанского голкипера. Давненько на самом деле я уже не играл в FIFA, очень давно, почти наверное 2 недели, были уже какие-то обновления. Посмотрим, как у нас поменяется игра, пофиксили что-нибудь, может быть даже что-то улучшили, мы с этим разберемся. Ребят, прежде всего я предлагаю перейти к календарю и посмотреть какие нас матчи ожидают. Во-первых, у нас Брэнфорд, в этом выпуске также Брайтон, который кстати в этом сезоне английской премьер-лиги очень здорово себя проявляет, неплохо. Да какой неплохо, прекрасно показывает на старте сезона. Также у нас кубок, это лондонский Тоттенхэм и завершать этот выпуск будем матчем с футбольным клубом Нью-Кассел. Ну у нас скоро, ребят, не за горами зимнее трансферное окно, и так как Бруно Фернандеш у нас травмирован, по сути до конца сезона нужно будет усиливаться. Я и планировал, если даже бы Бруно не получил травму, все равно нужно усиливаться. Так вот, предлагаю посетить еще и плей-офф Лиги Чемпионов, тем более у нас было жеребье. Ну давайте, разберемся со всем по порядку. Очень любопытное противостояние Атлетика Мадрид-ПСЖ-Интер-Сивилия. Ну тут я ставлю, конечно, на итальянский клуб. А Мачестер Юнайтед сразится с португальской Бенфикой. Первый матч играем, кстати, в Португалии. Так вот, Ювентус-Ливерпуль, очень даже такое интересное тоже противостояние, наверное, пока по вывеске, на мой взгляд, самое такое мощное. Дальше, Элиль, Дортмундская Боруссия, Спортинг Барселона. Ну я думаю, тут немецкий-испанский клуб должен проходить следующий раунд. Лейпциг-Реал-Мадрид, здесь тоже явный фаворит испанский клуб или Реал-Челси. Но здесь я бы поставил бы на аристократов. Так, наверное, все-таки по вывеске, самые интересные матчи Ювентус, повторюсь, с Ливерпулем. Ну и отлитка Мадрид-ПСЖ. Друзья, у нас большие изменения. Они связаны с Бруно Фернандешем. Так как, еще раз повторюсь, наш звездный португалец травмирован, я решил поменять схему. На схему 4-1-2-1-2. С опорником, с двумя центральными полузащитниками. Ну давайте совсем по порядку. Так вот, во-первых, мне не нравится, как играют фланги. Да, у нас в этой схеме, точнее не в этой, в предыдущей схеме были два крайних полузащитника. Иногда, если что-то в атаке и все было гладко, я смещал этих крайних полузащитников на центр форвардов. И там уже было поинтереснее. Но, ребят, вообще фланги мне не нравятся. Вообще мне не нравятся фланги. Они редко подключаются в атаку. Хотя, в тактике его и в задачах, в тактике я менял. Но пока мне не нравится. Вот решил сыграть в такой схеме. На самом деле, для меня это вообще дико, если честно, играть без флангов. Но посмотрим. Здесь очень здорово можно забегать. И в этой фифе, это прям, прям классно все получается. Так вот, давайте совсем по порядку. По поводу защиты. Здесь все понятно. Я вообще хотел в три защитника попробовать поиграть. Но, для меня это пока слишком. Дальше. Опорный полузащитник. Скотт МакТомин и без опорника никуда. Два центральных полузащитника. Аполь Багба и Дони Вандебек. Дони, для тебя это шикарный шанс проявить. Себя. Джейдан Санчо. Играет у нас Цапника. Да, Джейдан Санчо играет Цапника. Может быть, если вдруг что-то, как говорится, пойдет не так. А такое у нас бывает и очень, и очень часто. Можно его даже на центрофорварда подвинуть. И два форварда. Маркус Решворд и Криштиано Роналду. Так, по тактике. По тактике у нас защитный стиль сбалансированный. По ширине 50. Глубина чуть-чуть я поднял. Защиту нападения длинный пас. И голевые моменты сбегания. Ну, в принципе, решил поиграть вот в такой футбол. Посмотрим, как это у нас будет все выглядеть. Капитан Магуайр все стандарты, кроме угловых, исполняет Криштиано Роналду. Левый и правый угловой это Джейдан Санчо. По задачам, по задачам, ребят. Два центральных нападающих. Криштиано Роналду и Маркус Решворд забегают за защитников. И остаются впереди. А, остаются в центре. Кстати, вот здесь я вот не знаю. Может быть даже... Нужно будет, наверное, сделать по умолчанию. Посмотрим, как это будет выглядеть. А пока так. Джейдан Санчо. Держится в позиции. И, собственно, тоже... Подожди, где-то тут. А, ну остается впереди. Все верно. Чтобы мы убегали. Быстрые, молниеносные контратаки через центр. Мак Томины. Закрывает соперников. Остается сзади при атаке. Дони, Ван Дебеки, Пуль Пагба. Они у нас, получается... Так, закрывают фланги. Все верно. Потому что... Фланга, как вы можете заметить, у нас нет. Поэтому, ребят. Ван Дебеки, Пуль Пагба... Должны все-таки помогать нашим защитникам. А Скотт Мак Томины, я думаю, уже... Разберется в центре. Люк Шоу и Ван Бисака у нас. Не то, чтобы подключаются. Хотя, ну, если стоит по умолчанию атакующие рывки, они будут подключаться. Потому что хоть какие-никакие, но... Должны быть рывки по флангу. Посмотрим, ребят, как это у нас будет все действовать. Может быть, будем вносить какие-нибудь корректировки. А я уверен, что мы будем их вносить. Также у нас... На замену попадает Линдулев. Марсиаль, Линдулев, Гринвуд, Ред, Кавани, Лингард и Телис. Хороший шанс, кстати, для Лингарда. Чтобы выходить со скамейки запасных. Ну, как-то так, ребята, у нас сейчас... С тактикой. Надеюсь, она... Себя покажет очень здорово. Давайте перемещаться к матчу. Играем с Брэндфордом. Мне кажется, это потрясающий шанс. Для подопечных Карло Габита. Чтобы показать себя. И для нас, чтобы проверить, собственно, новую тактику, новую схему. У них расстановка 5-3-2. Ну, что, друзья, английская премьер-лига, не английская погода. Я бы даже сказал, российская погода. Новая схема, новая тактика. Давайте-ка пробовать. Я считаю, что Брэндфорд, повторюсь, просто идеальный вариант, чтобы... Проверить эту тактику, Магуайр. Джейдан Санчо. Коль Пагба... Ой-ой-ой-ой-ой. Какая потрясающая передача от Джейдана Санчо. Это обрез. Чистой воды. И может быть опасно Брэндфорд в атаке. Будет удар. Ух, какая пушка. И первый опасный момент возникает именно у наших ворот. Ошибаться, ребят, не стоит. Манчестер контролирует мяч. Но этого маловато. Дони Ван Дебек. Ой, Роналду. Роналду. Твою налево, Роналду. Это же твой хлеб. Вот на таких мячах. Я не... Ох, какой выход хороший. Из обороны. И еще пушка. Так вот, ребят. Это ж Роналду. Любитель забивать. Вот такие мячи. Да, я не знаю. Как-то, знаете, был заряжен просто на ворота. И Люкшоу был заряжен к 17-й минуте. По-прежнему 0-0. Но моменты были. Эх. Снова Санчо. Джейдан Санчо. Решвард. Ну вот. Ну вот. Разыграли. Нужно делать, ребят, перехваты. Точнее, нужно повышать прессинг. Вот только-только мы этим начали заниматься. Сразу же ошибка. И Маркус Решвард забивает. Есть такой интересный момент. Вот в контратаках. Очень здорово. Потому что сразу два центральных нападающих можно разыграть. Но вот в позиционке у меня пока не получается. Потому что, например, когда у нас были фланги, всегда где-то был у нас один футболист открыт. Вандебек. Ольпакба. И блокировка. Всей командой. Всей командой. Рейнфорд обороняется. Роналду. Выталкивает Роналду. Тайм первый завершен. Тяжело нам, конечно, играть против таких команд. Но зато эта тактика именно... Эта схема вот именно через центр поля пытаться вскрывать. Обычно мы играем на контратаках. Я не отрицаю, что... Не так проще. И мне такой футбол нравится больше. Вот Вадбисака, кстати, открывается. Арон Вадбисака. Почему-то он не побежал, но... Передача была ужасна от Брэнфорда. Футболиста, точнее, Брэнфорда. Хорошая передача. И Иван Вадбисака там оказался где-то в центре. Атака через левый фланг. А вот такой момент, ребят. Из ничего. Я... Пошли с заменой. Момент был потрясающим. Я никак не комментировал. Подача штрафной МакТомины. Роналду. Нет, не будем мы спешить. Как говорится, ну его нафиг. Иван Вадбисака наберет скорость. Арон Вадбисака. В центре поля Джейдан Санчо. Ой, как и Зоро. Поль Погба. Прострел. Но это было... Это было... Это было потрясающе. Это было великолепно. Поль Погба спокойно на Маркуса Решворда. То дело, что, 2-0. 70-я минута. Я думаю, друзья, что можно выдохнуть. Потрясающий момент был у Брэнфорда. Там Давид Дехье достал. Но здесь было сделано все здорово. Такой был момент. Если бы отдал бы на дальнюю штангу, то все бы закончилось. Взять оборот. Очень-очень здорово, Роналду. Очень здорово. Подача. Роналду. Высоченный прыжок. Так, судья, давай свести уже. Не успела провести еще пару замен, но... 0-2. По счету уверенная победа. А вот по игре есть вопросы. Но самое главное это 3 очка. Маркус Решворд оформляет дубль. А вот Криштиан Роналду в этом матче было не видно, не слышно. Так, поучаствовал он, конечно, во втором забито мяче. Но да ладно. У нас следующий матч с Брайтоном. Ливерпуль по-прежнему единоличный лидер. 43 очка. А Брайтон располагается на 12 месте. Давайте-ка посмотрим статистику Брайтона. 9 поражений. 25 пропущенных мячей. Мы тоже достаточно так нормально пропускаем. А, хотя нет. А мне почему-то казалось, что мы во всех карьерах должны пропускать и не больше всех. Ну, я имею ввиду, конечно же, среди лидеров. А так Ливерпуль 18 пропустил, если что, а у нас 11. Приятно удивлен. По составчику. Что у нас по составчику? Джейдан Сачо подустал. Маркус Решворд у нас останется в основе. Вместе сыграет он с Мейсоном Гринмундом. Давайте-ка вот так мы сделаем. Угу. Поль Пагба. Так, все вроде бы нормально. А вот Ван Бисаку бы я поменял. Ван Бисаку бы я поменял на Талота. Но можно, в принципе, выпустить и Эндерсона. Почему бы и нет? Вот такой у нас стартовый состав. Давайте приступать к матчу с Брайтоном. Играем дома. Играем уже, так сказать, без снега. А Брайтон я бы, например, поставил форму так сказать, их стандартную. Подожди, стой, что... Что, что, что происходит? Нет. Окей. Вот. Просто стик отказал почему-то. Я надеюсь, это не знак. Это, так сказать, не звоночек. А то будет печально. Очень неплохо. Вали Погба. Нет, Люкшо уже во всаде. Джейдан Санчо. Ой, здорово. Ой, здорово. Это удар был. Это был удар такой в Анде Бега? Интересно. Я буду знать, что Дони может и так пробивать. Да лот. Сразу же. Очень здорово. Мэйсон Гринвуд. А вот Мэйсон Гринвуд такого не прощает. Похоже, кстати, атака. На этот раз Дони в Анде Бег ассистировал. И Мэйсон Гринвуд делает счет 0-1. Хорошая, быстрая атака. Ванде Бег подключился. И Мэйсон Гринвуд справа. Ну, он и справа, и слева. Он вообще в этом плане красавец. 1-0. Мы выходим вперед. и Мэйсон Гринвуд забивает всего второй мяч. Седьмая минута. Быстрый гол. Ладно, поехали. Я думаю, нужно немножко защиту сделать пониже. Прямо нужно до последнего держаться, не переключаться на защитников. Играя чисто опорником. И у нас угловой. Кондерсон, красавец, выручает. Рассард. Подача на ближнюю штангу. И как насчет? Как насчет, ребята, выхода из обороны? Хорошо, спасибо. Всем спасибо. Все свободны. Охуй себе! Как тебе насчет шотландского подката? Ну, все, я, в принципе, там контролировал. Ни в коем случае не пытался я нанести травму. Ну, все, нам забили. Разыгрывают очень просто. Да. Нам забивают. И что хочу сказать? Провалы через центр это, как бы, классика. Посмотрите, насыщен у нас центр поля, а толку чуть. Эти удары, они как, знаете, как рукой. Были какие-то обновления. Не знаю, на самом деле, с чем это они были связаны. Ну, что-то фиксили в любом случае. Мы и сами такими же ударами забиваем голы. Так что, в принципе, просто мне любопытен такой момент дисбаланс в плане команд, в плане футболистов. Не важно, да? Какого уровня ты? Что, там не было нарушения правил? У тебя удар всегда будет потрясающий, если ты попал в тайминг. А наш соперник, он, ну, не знаю, наверное, с большой долей вероятности больше 70% наверное попадает в тайминг. Санчо подхватывает мяч в центре поля. Санчо. Погба. И вот, Поль Погба забегает. Поль Погба, ну, добежать. Полюшка отобрал же сам мяч, ну! 1-2, ребята. Вот это да! Вот это я вернулся. FIFA 2022 не играл. Опять же, повторюсь, две недели и я уже забыл, что такое гореть, подгорать, пылать. им оформляют дубль. Мэйсон Грин. Ребят, что любопытно, я вот сейчас замечаю, да, вторую игру подряд играем с двумя нападающими. Кто играет? Право нападающего? Он чаще оказывается на убойной позиции. Вот сейчас Маркуса Решворда я вообще не вижу. Где он? Что с ним? Как он вообще поживает? В каких он бутсах? Ребят, ну про... Да, это вообще что это? Да, они проходят и вот решито. То есть между футболистами расстояние полкилометра удары, ну то, что сейчас пропустил Хендерсон, это окей. Ребята, это... Ну это... Пассивщина вообще нереальная. Ладно, Хендерсон там окей. Этого еще не хватало, да? Я думаю, так они и не разобрались с голкиперами, то они тащат что-то нереальное с 5 метров в девятку. Кто вот пропускает вот такое Г? Продолжаем. У нас 2-2, даже я и не знаю, что сказать по поводу нашего соперника. Что он там... Как он там себе показывал? У него было два момента. Один вообще вот второй мяч. Ну, ребят, я не считаю, что это вообще был момент. это вот найти там на дурака, как говорится. Открывается, открываются наши футболисты. Все это... Понятно, где-то я, конечно, не досмотрел, но матч веселющий. Защита играет пассивно. Ребят, пассивно играет защита вообще. Я не знаю, ребят, это цирк какой-то. И вы можете мне написать потом в комментариях там тактика, схема. Ребят, да дело-то не в этом. Что поменялось? У нас в защите ничего не поменялось в плане расстановки. У нас поменялась только атака. У нас Джесси Лингард вышел. Джесси Лингард получает мяч и бьет Джесси. Серьезно? Лингардинио! Лингардинио, Лингардинио, Лингардинио. 3-3. Но там голкепер. Пока Джейден Санчо ушел с поля, Лингард вышел, сразу забил. Вот такая передача. Это халява чистой воды. Да, вы бы сейчас видели вообще мое выражение лица. Передача с разворота между ног. Но тут не то, что на дудочке надо играть. Передача на Решварда! Решвард! Да иди ты, Решвард, в раздевалку уже, а? Прошла потрясающая передача на Маркуса Решварда в кои-то веки и Маркурс Решвард показывает себя во всей своей красе. именно в очень таких, знаете, важных эпизодах. Когда нужно было становиться героем этого безумного матча. поле Погба. Лингард! Ребят, я не знаю, это Лингардинио, это FIFA 22, что они там фиксили, вратарь хуже, чем в прошлый раз себя показывает. 4-3! Лингардинио! Лингардинио! Я, знаете, просто ударил, как говорится, на дурака, а вось повезет. Ну, серьезно, что ли? Ребят, ну, это, по-моему, вот 3, 3 фейка залетели в этом матче. 3! Я до... 4-3, ребят, я представляю, как бы у меня сейчас сгорела бы пятая точка, если бы это мы пропустили. Джесси Лингард! Два мяча, два гола. Действительно, вышел, затащил, как бы то ни было. И мы выигрываем! Мы выиграем в этом безумии! Это как это вахханали, это самый какой-то... И пойми, какой матч я даже не знаю, как его обозвать без нелицеприятных выражений, но я обойдусь. Давайте-ка посмотрим статистику. В принципе, матч был, судя по всему, равным. У нас, конечно, Мэйсон Гринут лучший игрок матча. Мэйсон Гринут два забитых мяча, Лингард два забитых мяча, ну, конечно же, я дал бы Лингарду. Но игра думает по-другому. Давайте-ка посмотрим, повторюсь. Статистику. В принципе, судя по статистике, команды свои моменты реализовали. Ребята, у нас на очереди кубок английской лиги. Играем с Тоттенхэм, наверное, по вывеске. Самый серьезный соперник у нас в этом выпуске. Джейдан Санчо, лидер по голевым передачам. Восемь голевых передач у Джейдана Санчо. Пока находится в лазарете Броне Фернандеш, англичанин начинает брать на себя игру и раздает голевые передачи, повторюсь. И пять мячей еще забил. Ну, пять мячей это, конечно, маловато. Но, да ладно, давайте-ка посмотрим таблицу. Мачестер Сити уже прошел. Шеффел, Тоттенхэм, повторюсь, Мачестер Юнатель, Бристалл Сити, Челси, Брэндфорд, Ноттингем, Форест. Вот такие вот ребята остались команды в английской, точнее, в кубке английской лиги. Давайте-ка к составу. Ну, я не могу не остать без внимания Джесси Лингарда, как он себе показал в прошлом матче, поэтому делаем следующим образом. Лингард сюда, раз, Маркус Решвард посидит на скамейке запасных, вместо него выйдет Тавань. Также выйдет еще и Антони Марсиаль, Коль Погба, Ван Дебек. Так, что я предлагаю? Талот останется, Телис у нас выйдет в основе, и также в основе даже не знаю, Наверное, выйдет у нас в основе Линдолюф. А вот Магуайр посидит на скамейке запасных. Вот такой у нас стартовый состав на матч с лондонским Тоттенхэмом. Киштяна Роналду, кстати, таки не появился у нас в матче с Брэндфордом. С Брэндфордом. С Брэндфордом, конечно же, с Брэндфордом. Вот такой состав повторюсь, давайте перемещаться к матчу. По Тоттенхэму, Лукас Моура, Вайт. Вайт, это, надеюсь, не из Арсенала, который перешел, потому что у нас как бы, ну, не открыт трансфер на гно. Конечно же, не из Арсенала, что за глупости? Так, Харри Кейн, Сон Дели Али, Регелон, Дайр, Поддон, Льори, защит ворота, Рассановка у них, 4-3-3 удержания, Дождик, фигачит на Тоттенхэм, Ходспорт, Стэдиум. Выходим. У бака английской лиги, Тоттенхэм, Манчестер Юнайт, а то у Манчестера, конечно, дела с игрой обстоят, мягко сказать, не лучшим образом. Да, в атаке что-то получается, но в защите, ребята, реши то. Продолжаем. Санчо. А, какой Санчо? Это Лингардини. Я уже привык, что Санчо у нас сапник тащит. Я аж мяч потерял. Так вот, Лингард в прошлом матче затащил, действительно, затащил своими какими-то кривыми ударами, но приносит 3 очка нашей команде. Ладно, давайте сейчас уже о матче на кубок. И будет угловой. Шестая минута матча. К мячу подходит Хён Сун Мин. Подача корейца на ближнюю штангу. Вот и первый опасный момент на седьмой минуте возникает именно у ворот Манчестер Юнайтед. Линдалюк. Теллис. Теллис сам ошибся. Кстати, ошибаемся в элементарных ситуациях. Пандыбек. Спокойно. На фланге терять мяч это вообще, ребят, не вариант. Лингард. 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 Ух ты. Очень здорово. Илью Рис. Француз, конечно, красавец. Поль Пагба подходит к мячу и будет угловой на Эдисона. Кавани. Подача на Уругвайца. Кавани. Отбивается Тоттенхем. Опасно, кстати, было. Очень, очень, очень здорово. Это Кавани, Эдисон Кавани. Эдисон Кавани. Нифига себе, Уругвайц, конечно, протащил. Ну и, знаете, прям так тяжело бежал Кавани. Мы его, это что было? Мы его, конечно, не для этого на поле старте выставили. Мы его выставили, чтобы он замыкал прострелы передачи, но пока прострелы передачи у нас не получаются. Не получается, кстати, по причине, что у нас на фланге большие проблемы в атаке. я этот сделал уже Мактомины. Кавани. Очень здорово. Кавани. Коль Погба. Ну, забить. Отлично. Отлично, ребят. Вот, кстати, Куров второй. Это Антони Марсель. Так вот, ребят, много моментов. Я уже в прошлом матче говорил, которые есть плюсы в этой тактике, есть и минусы. Я люблю делать прострелы, хорошие прострелы на дальнюю штангу и обычно замыкают наши ребята при возможности. Но вот бывают такие моменты, где нужно второго форварда, его не оказывается. Там какой-нибудь один Крештёно Роналду не всегда поспевает. Есть плюсы, есть минусы. Нужно подстраиваться, нужно выбирать моменты, нужно разыграться. Может быть, действительно эта тактика нам зайдёт и схема. И нужно выбить мяч подальше. Лерису, да, он так и делает. Эх. Ой-ой-ой, как хорошо так. Проскочили. Это Лукас Моура напрашивается. Конечно, удар, и он расстреливает. Провалились по флангу, ребят. Но здесь вот неважно, какой там, где защитник, Телли сбежит где-то там в центре поля. Мактоминый, великолепен. Мактоминый, поле Пагба. И Марсиаль, забросик, хороший Джейдан Санчо в какой-то веке. Джейдан Санчо, Роналду, Роналду, наконец-то мы свой шанс нашли. Это Криштиано Роналду. 1-2. Великолепно. Все было сделано. 1-2. Роналду выходит. И Роналду, я думаю, все-таки приносит нам победу. Тяжелейший выпуск. Я уже сейчас это могу спокойно говорить. 3 минуты добавил судья. Ошибка футболистов Тоттенхэм. Но Тоттенхэм не наиграл. Он вообще не играл в футбол, как это в принципе и в реальной жизни. 1-2. Мы выходим в полуфинал. Не знаю, на кого мы попадем, но нам будет сложно. Очень сложно. Давайте-ка мы посмотрим статистику о лучшей игроковом матча по мнению игры. По мнению игры лучшим признается Антони Марсиаль. Забил он мяч и да, Лингард отдал голевую передачу, кстати, на секундочку. По статистике, по статистике, ребят. МЮ наиграл почти, так сказать, на 3 мяча, а Тоттенхэм наиграл почти на 2. Ожидаемые голы 1-8 и 2-7. В целом, матч был равный, скучный. Друзья, на следующий матч с Нью Каслом я предлагаю изменить на этот матч схему. Эта схема хороша. Тут просто я очень часто проваливаюсь, делаю обрезы, и поэтому получается, то, что получается, то, что вы наблюдаете на протяжении всего выпуска, предлагаю перейти на 4-3-3. Этой схемой я еще не играл. Но давайте-ка это исправлять. Смотрите. Так, подожди, не это 4-3-3. Я хочу, знаете, какую 4-3-3? Не такую. Я хочу... Нет, не ложная девятка. Удержание. Вот. С опорником. Сейчас я объясню, почему. Во-первых, сейчас у нас выйдет Магуайр, Роналду у нас будет центрально-пытачив, с флангов у нас будет играть и Рэшвард и Санчо. Так вот, если у нас еще будет и Цапник, у нас будут большие проблемы в плане замен. Сейчас у нас есть Гринут, зато Давид Ихе выходит в основе. Сейчас посмотрим. Пан Писако справа. Люк Шоу. Туда. Ну и как-то так. Смотрите, если будет Цапник, по-любому уйдет с поля Мактуменой. Правильно? Правильно. Вместо Мактуменой выйдет с большой долей вероятности Мэйсона Гринут. Объясню почему. Мэйсона Гринут у нас смещается на фланг, а Джейдан Санчо будет играть Цапник, если по схеме 4-3-3-3 атакующая. Вот. Ну и что у нас остается в плане замен у нас Марсиаль и Джесси Лингард. В атакующем плане я имею ввиду. А вот на фланге, ну кто тут на фланге? Да и некого особо больше поставить. Так, давайте-ка совсем по порядку. Тактика. Защитный стиль сбалансированный по всей ширине. Делаем вот так. Наверное, потому что проваливаются незнатно, ребята. А хотя можно, наверное, полтишку оставить. эту глубину я хочу убрать до 50. Команда будет совершать забегание заслуживаться. у нас есть фланги, окей. В принципе, здесь я все оставляю. Посмотрим. Посмотрим, как эта тактика будет работать. Кстати, по поводу этой тактики, этой схемы, можно хорошо переходить на центр форруда. Капитан. Капитан у нас Магуайр. Трафные. Роналду. 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 Финалду. Блин, ну по поводу угловых. Ну, я думаю, все-таки Санчо надо ставить, потому что Поль Погба может и головой неплохо сыграть. По поводу задачи, это интересно. Знание момента. Ворваться в штрафную, свободное перемещение, игра на фланге. Ворваться в штрафную. По поводу Роналду. Забегать за защитников. Во-первых, и здесь забегаем за защитников. Ворваемся в штрафную и забегаем окей. Поль Погба и Ван Дебек у нас остаются без изменений. Ничего мы не трогаем. Так. Закрываем соперников. Оставаться сзади при атаке. Закрываем центр. аквант бисака. Тут без изменений. Все вроде бы нормально. Посмотрим, друзья, еще раз повторюсь. Как это будет у нас все выглядеть. Хватит ли нам теленок в атаке. Все-таки с двумя форвардами было куда проще разыгрывать. Но у нас немножко, знаете, игра такая построена на контратаках. Вообще, моя игра построена на контратаках, на прострелах, на забеганиях. А вот тактика с двумя форвардами пока я не могу перестроиться, но она мне нравится. Она действительно мне нравится. Нужно как-то стараться играть в разносторонний футбол. Перемещаемся мы к матчу. У них расстановка 5-3-2. Такая защитная, я бы сказал. Сен-Джейс-Парк. Нью-Кассел пока выглядит вот так вот. Вот такой заставщик у Нью-Кассела. Кстати, ребят, на самом деле, например, Альмирона я бы точно заставил бы в этом состоянии. Ну да ладно, сейчас не к этому. По составу Манчестер Юнета тут все понятно. Давайте пробовать, давайте смотреть, давайте что-то придумывать в атаке. Поль Пагба сразу на Роналду. Поль. Роналду. Тони выстрел. И вот такое шикарное отражение этого удара. Четвертая минута матча. У нас первый момент. И момент возникает у ворот Нью-Кассела. Никуда не бросаемся. Не знаю, получится ли у нас без цапника? Все-таки цапник это связующее звено. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже отсюда вижу, как у нас все печально. Охой себе удар какой. Седьмая минута обменялись любезностями. Давид и Хе на месте. Так вот, без цапника, говорю, тяжеловато. Возможно, у нас будет небольшая проблемка. Сейчас под ударчик, а? Нет. Не получится. Давид и Хе на месте. Пандыбек! Широко! Здорово! Пагба! Удар в дальний. Я думал, вратарь сейчас между рук запустит. Но Дубровка вручает. Джейдан Санчо у мяча у нас будет угловой. Джейдан Санчо подача штрафную. Роналду выиграть борьбу! Он борьбу-то выиграл, а вот удар не получается. 13-ая минута матча. Очень интересный, динамичный матч. Но пока паранки на табло. Пандыбек. Мак Томин. Пагба. Роналду слета! Ух ты! Ух ты! Прошла эта передача! И Криштиану Роналду возвращается. Забивает 20-ый гол в английской премьер-лиге. Давайте посмотрим. Поле Пагба подбросик такой прекрасный. Хотя передача показалась на первый взгляд очень сильная. и Ронни, конечно, мастер своего дела. Подловил этот удар, подловил этот мяч, точнее сказать. 1-0. Выходим вперед. И зря я это сделал, потому что атака Ньюкасла, атака Сорок. А кто меня возвращаться голопом? Конечно! Удор! Ха-ха-ха-ха! Давид, мать его, Дехе! Ну ладно, мы пропускали, мы забивали ужасающие мячи ворота Брайтона, поэтому... Вот и Алимирон, кстати, о котором я и говорил. Парагвайц пальнул, как говорится, так пальнул. Но тут Давид Дехе, конечно, должен был отражать. Блин, я не знаю, они вообще не смещают. Не смещаются и не хотят смещаться в центр. От слова совсем. Мактомины. Погба. Передача на Роналду. Роналду очень здорово развернулся. Роналду все может сделать сам, но точность подводит. Ребята, играем через центр просто двумя передачами. Даже бывает одной. поль Погба. Ребят, ну вот, другое дело, другое дело раскатали. Вот. Вы видели все сами. Я думаю, все понятно, короче. что я хотел вам продемонстрировать, то я вам и продемонстрировал. Ну, разыграли великолепно. Очень достаточно так спокойно. Ньюкасов начал пятиться назад, мы прижали их и поль Погба делает счет. 1-2. И возвращаться нужно, конечно, поль Погба там летит на всех своих французских длинных ногах, на всех своих французских парах, так сказать. Неплохо размотали нас. Это здорово. Это было здорово. Я на самом деле думал, что сейчас атака захлебнется. Давайте посмотрим. Не доработал я. И вот получите распишитесь. 2-2. Юкасов возвращается. Возвращается Сороки. А мы давайте продолжать что-то думать в атаке. Рейшвард на поле Погба. посмотрите, это же великолепно. Это великолепно, Поль, ты серьезно? У нас прям много возможностей. То есть, действительно, и с глубины поля Погба забегает, и вандыбек, и в фланге уже наши могут стать и находиться и на бровке, и врываться в центр штрафной. Вот что я хотел. Лингард. Передача на Джейдана Санчо. Джейдан Санчо зацепится. А что там? А судья фиксирует нарушение правила, это связано с тем, что Джейдан сыграл рукой. Максим, он выходит, этого еще не хватало. Быстроногий испанец, дриблер, который может открутить нашу оборону и просто разорвать ее в щепке. Ребят, ну как так? Ну как так? Ну это просто удары и вот я не знаю, они все летят в девятки, все летят. И мы пропускаем. А мы пропускаем, я вот меняю схемы, а вот мне бы научиться играть в защите. Начинаю я опять на самом деле отвык, точнее, они начинают отвыкать от игры в защите. Если ты переключаешься на центральных защитников, это чревато вот такими вот ударами. Ладно, продолжаем. Что? Валевая что ли? Победа? От Ньюкасла на Синджи-Спарке. Есть еще у нас время, чтобы отыграться. У нас этот выпуск получился, мягко сказать, сумбурным таким. Вот посмотрите, да, Мактомин отбирает мяч? Что это? Ну, что это такое? Что это за... Ой, господи. Так, Решфорд, или кто там? Почему ты пропустил мяч? Объясни мне, Уолсон, пробей отсюда, я сейчас забьешь в девятку. Опять я переключился, опять удар, и... Ух, 3-2. Надеюсь, что к следующему выпуску я уже соберусь, потому что 4-2. 4-2, и Манчестер просто пал. Манчестер Юнайтед развалился. АГС забивает, удар был красивый, там без шансов. А в защите нужно играть. Если ты умеешь играть хорошо, более-менее нормально в защите, ты хоть какую линию нападения ставь, хоть какую тактику и схему выбирай, у тебя защита всегда будет хороша. Ну что, друзья, завершается у нас очередной выпуск, 19 туров позади, мы потерпели второе поражение, пропустили 18, пропустили мы очень много в этом выпуске, прям нормально так нас покидало. Так что, друзья, будем исправляться, надеюсь, что в следующем выпуске начнем набирать обороты, и так сказать, у красных дьяволов откроется второе дыхание. Манчестер располагается на втором месте, 4 очка между Ливерпулем и красными дьяволами, там еще и Челси нам дышит в затылок. По поводу бомбардирства, Роналду, 20 мячей после 18 матчей, Санчо, 8 голевых передач, Погба, 7, но, ребятки, все еще впереди. Не забывайте подписываться, комментируйте, поддержите видос, лайком, с вами был Гамбит, всем удачи, до скорого, и всем пока-пока.